Apple представила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, которые стали первыми компьютерами компании на фирменном ARM-чипсете M1. То есть это ноутбуки с низким энергопотреблением и достаточно хорошими энергетическими показателями, если я корректно помню, до 20 часов бесперебойной работы, это достаточно хороший показатель. Новый процессор использует четыре высокопроизводительных ядра Firestorm и четыре энергоэффективных Ice Storm, благодаря чему чипсет M1 имеет все шансы получить звание самого производительного процессора для потребительских компьютеров в этом году. M1 достаточно и энергоэффективное решение, ну и на ряде тестов действительно позволяет получить хороший прирост производительности. Проектированием и производством собственных микросхем занимаются немногие компании, так как это очень сложный затратный проект. Однако в связи с востребованностью продукции Apple данный проект откроет новые возможности для компании. Разработчики становятся более независимыми от компаний-производителей микропроцессоров, ну и с другой стороны это возможность закладывать собственные архитектурные решения, соответственно развивать собственные алгоритмы и способы реализации машинных команд с целью повышения итоговой производительности микропроцессора. Но на этом компания Apple не собирается останавливаться. К 2022 году она также планирует выпустить новый ARM-чип для Mac, который будет прямым наследником M1. Кристина Надышина, Универ Ньюс.